Считают ли в правительстве США, что Турция, вне зависимости от ее намерений, до последних недель не принимала достаточных мер, чтобы остановить приток боевиков в Сирию и Ирак? Мэтт, госсекретарь Джон Кэрри несколько недель назад говорил о действиях в прошлом. Но сейчас наше внимание сосредоточено на будущем, так что я не собираюсь. Значит, вы все же считаете, что Турция до недавних пор делала не все, что могла или должна была делать, чтобы не допустить наплыва боевиков в Ирак и Сирию? В последние годы мы говорили, что необходимо делать больше. И когда было нужно, усилия предпринимались. А теперь мы сосредоточены на будущем. Хорошо, но зачем тогда извиняться? Кажется, я об этом уже говорила. Если мне будет что добавить, я... Но если Турция такой хороший друг и союзник, как вы утверждаете, особенно когда речь идет об Израиле, хотя я понимаю, что это совершенно иная тема, так вот, вы всегда говорите о том, как честны настоящие друзья, о том, что они могут по-настоящему дружить. Поэтому мне кажется, что когда критика справедлива и подкреплена фактами, извиняться не нужно. Вы настолько обеспокоены? Мэтт, полагаю, Белый дом уже высказался по этому вопросу. Не думаю, что могу что-либо добавить. Какова ситуация вокруг аэропорта в Донецке? Конечно, ну, Донецк. Давайте посмотрим, есть что-либо новое об этом. Но у вас не может не быть ничего нового со вчерашнего дня. Я не думаю, что у меня есть что-то в особенности новое, Мэтт, со вчерашнего дня. Вчера поступили сообщения о том, что украинская армия применила снаряды с белым фосфором во время атаки на Славянск. Вы что-нибудь знаете об этом? Поднимался ли этот вопрос во время разговора госсекретаря Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если таковой вчера был? Он был вчера. Но я нашла, что хотела сказать по поводу транспортных средств. Мы перейдем к этому после вопроса Мэтта. Можете ли вы прокомментировать сообщения касательно использования фосфора, которые подтверждают различные видео и фотоматериалы? Кем? Русскими? Нет, украинской армии. Я не видел этих сообщений. Я уточню мои команды и выясню, есть ли у нас какая-нибудь информация. Скажите, правительство США намерено улучшать отношения с Россией? Безусловно, мы идем в этом направлении. И поэтому мы всячески поддерживаем и одобряем марш мира, который проводит 21 сентября в центре Москвы русская оппозиция. Вы серьезно? А вам не кажется, что подобные акции наоборот ведут к расколу общества и как следствие к взрывам насилия, как это было на Киевском Майдане незалежности? Я полагаю, что для всего демократического сообщества очевидно, что Соединенные Штаты делают все для сохранения мира на Земле и все наши акции носят исключительно миролюбивый характер. И переворот, то есть революция в Украине? Вы сказали переворот. Я сказала революция. Я точно слышал, как вы сказали переворот. Простите, но мне больше нечего добавить по данному вопросу.